Телеканал КРТ представляет Телеканал Зеленский был вынужден поклясться на либеральной Библии на сайте Блумберга. Так и хочется спросить президента, так с кем вы, мастера культуры? Но вот на заседании Государственной Думы 10 марта была разыграна драма в трех актах. На самом же деле ситуация не столь однозначна, как рисуют ее броские заголовки, и не столь черно-белая, как нефтяное противостояние Москвы и Эрриада. И мы желаем вам успеть спрятаться со своими сбережениями в утесах, пока буревестник только идет на взлет. Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередная программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров. Договоренности по Сирии, достигнутые в Москве между президентами России Владимиром Путиным и Турцией Раджепом Таипом Эрдоганом в прошлый четверг, 5 марта, на сегодня оказались во многом в тени драматических событий на рынке нефти. И большинство тогдашних специалистов по Идлибу уже переквалифицировались в экспертов по прочности бюджетов различных стран к падению стоимости барреля нефти. Впрочем, абсолютное большинство экспертов, ориентировавшихся на турецкие сводки побед в провинции Идлиб в целом и в сражении за город Саракиб в частности, оказались в затруднительном положении, комментируя достигнутые соглашения. Лучшим примером является пост самого писучего блогера крупнейшего отечественного сайта-обозревателя, бесстрашно скрывающегося от читателей под ником «Антиколорад». Прямо под бодрым заголовком «Эрдоган загнал Путина в медвежий капкан» «Антиколорад» в некоторой растерянности пишет. «Честно говоря, результаты переговоров, которые завершились в Москве между Эрдоганом и Путиным, слегка озадачили. Как бы там ни было, Эрдоган поехал в Москву со всеми козырями на руках, а получилось, что уехал оттуда полностью и в хлам проигравшим». В течение всего своего многобуквенного поста автор мечется между унынием и надеждой, предполагая, цитата, что если и Эрдоган играет какую-то длинную партию, но вот не верится в то, что он просто взял эскиз после тех успехов, которые продемонстрировали его военные. То, на что он согласился, было явно отдано за что-то более ценное, что именно, пока непонятно. Конец цитаты. И, разумеется, светлая надежда в конце концов побеждает мрачные факты. В любом случае, линейно оценивать то, что произошло в Москве, нельзя. Просто не верится, что Эрдоган все это сделал без подвоха для Путина. А, впрочем, посмотрим. Думаю, что кто-то должен загнать этого суслика в медвежий капкан. И, возможно, мы наблюдаем именно это действие. Просто не все пока понимаем. Конец цитаты. Кстати, нет ничего глупее ставить медвежий капкан на суслика. Капкан просто не сработает. В целом же можно признать, что, несмотря на то, что мы в предыдущей международной панораме дали объективную картину боев провинции Длиб, где турецкая армия и протурецкие отряды, как светской, так и исламистской оппозиции, столкнулись с коалицией из сирийской армии, отрядов ливанской хизбаллы, иранского корпуса стражей Исламской Республики, группировок российских частных военных компаний, поддержанных российской авиацией, итоги переговоров оставляют вопросы. Именно с точки зрения турецких уступок. Впрочем, уже сам антураж встречи был для Таипа Эрдогана близок к унизительному. Протокольная публичная часть встречи прошла в зале со скульптурой Екатерины Второй, убедительно победившей Османскую империю в двух кровопролитных русско-турецких войнах. А президенты двух стран общались под часами со скульптурной композицией «Переход казаков через Шипкинский перевал во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов». Что же касается достаточно короткого текста договоренностей, то они сводятся к тому, что сирийская армия остается на занятых позициях, а не на тех, на которых она находилась до начала наступления в Ведлибе. Именно это продвижение, формально противоречащее сочинским договоренностям, против которого ранее решительно выступала Анкара, и стало причиной последней горячей фазы конфликта. В результате Дамаск сохраняет все территориальные приобретения последних недель, включая ключевой город Саракиб, развилку стратегических шоссе М4, Алеппо-Латакия и М5, Алеппо-Дамаск. При этом М4 будет патрулироваться совместно турецкими войсками и российской военной полицией, а трасса М5 остается под контролем сирийской армии. Возможно, самым неприятным для Эрдогана моментом стало вновь подтвержденное обязательство Анкары бороться против своего наиболее мощного де-факто союзника группировки Хаят-Тахри-Рашам. С другой стороны, значительная и более населенная часть провинции Либ остается под контролем Турции и протурецких сил. Наблюдательные посты Турции остались и на территории ныне контролируемой сирийской армии, но они там скорее заложники, нежели сдерживающие факты. С военной точки зрения они не имеют никакого значения. Из оценок западных СМИ интересно отметить редакционную статью Financial Times от 4 марта накануне переговоров под названием «Разворот Эрдогана в сторону России ослабил Турцию». Статья начинается с утверждения, цитата. «Разворот Реджа-Патайи по Эрдогану в сторону Москвы оказался унизительной историей. Турецкий лидер оттолкнул от себя своих западных союзников после того, как они не продемонстрировали особой солидарности с его жесткими репрессивными мерами, предпринятыми в связи с направленным против него неудавшимся государственным переворотом». После концентрации еще большей президентской власти в своих руках в коде конституционной реформы господин Эрдоган захотел установить более тесные связи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Редакция Financial Times считает, что «турецкий лидер полагал, что получит больше возможностей и укрепит свой престиж, если станет членом антилиберального клуба господина Путина. Однако Кремль просто его использует, как утверждают его местные критики». Взаимодействие двух лидеров представлено следующим образом. «Господин Эрдоган позволил господину Путину вбить клин между членами НАТО. Однако именно к своим союзникам по НАТО он обратился на прошлой неделе за помощью после гибели турецких солдат. Он игнорировал рекомендации Вашингтона и приобрел российские зенитно-ракетные комплексы. Они еще не развернуты. А теперь просит Соединенные Штаты разместить вместо этого комплексы «Патриот». В настоящее время господин Эрдоган помогает Кремлю вбить клин между европейскими государствами тем, что позволяет беженцам и мигрантам пересекать турецкую границу. И в заключении Financial Times всей редакции предупреждает Анкару. Цитата. «В истории Турции немало примеров поражения от России. Вряд ли на этот раз результат будет другим. В лучшем случае Анкара может надеяться на достижение быстрого перемирия, а также на отвод своих военных для контроля меньшей по размеру буферной зоны. Но все это будет возможно в том случае, если господин Путин захочет помочь господину Эрдогану спасти лицо». Конец цитаты. Мы можем спорить об объективности данного материала, но согласитесь, для этого СМИ результаты переговоров совершенно не стали неожиданностью. Интересно мнение бывшего бригадного генерала Турции Наим Барбюраглы, который, с одной стороны, приветствует предотвращение столкновения между Россией и Турцией, но, с другой стороны, считает, что этот конфликт Анкары и Дамаска был лишь ненадолго отодвинут. Главным фактором нестабильности прекращения огня турецкий отставной генерал называет борьбу с террористической организацией Хаят-Тахрир-Аш-Шам и ее союзниками, которые готовы к различного рода провокациям. При этом он указывает, что достигнутая договоренность о прекращении огня явно не нравится Соединенным Штатам, и в будущем США могут исключить Хаят-Тахрир-Аш-Шам из списка террористических организаций и попытаться добиться исключения Хаят-Тахрир-Аш-Шам из списка ООН. Цитата. В дальнейшем, подобно тому, как сегодня они открыто оказываются действия рабочей партии Курдистана, партии Демократический Союз, они будут делать то же самое и здесь, разжигая конфликт. Конец цитаты. Ну, а более подробно о последних событиях в Сирии и вокруг нее мы поговорим с экспертом-международником, сотрудником Украинского института будущего Ильей Кусунь. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. Давайте начнем с того, что происходит после договоренности в Москве. Мы получаем информацию о каких-то, в общем-то, продолжающихся перестрелках, о прямых линиях связи министров обороны Турции и России, но, тем не менее, как-то вот, с другой стороны, видим общий спад напряжения. Соглашение работает? Ну как, оно работает так же, как работали сочинские соглашения. То есть, как бы работает, но, понятно, там, некоторые обстрелы ведутся, в частности, между сирийскими правительственными войсками и той части антиправительственных группировок, террористических организаций, некоторые из них, которые не подконтрольны Турцией. Ну, то, как было. На самом деле, все вернулось вот к статусу кволов. Хаят Тахри Рашам, главное. Это, скажем, даже группа группировок. Да, это коалиция, там, десятки группировок в них. То есть, это Тахри Рашам, это Хур-Расаддин и Исламская партия Туркестана. Три крупнейшие, которые, они не контролируются полностью Анкарой. И, соответственно, и они все официально же даже выпустили заявления, в которых отвергли соглашение в Москве и сказали, мы будем продолжать борьбу, нашу борьбу. Поэтому вот... Но Турция же взяла на себя обязательство с ними бороться. Конечно. И это самый главный и самый, наверное, любопытный вопрос. Потому что все же сейчас и ждут, собственно, а что же будет. А как же Турция, вот, например, будет их двигать от трассы М4 Латакия-Алеппо, вдоль которой, как договорились Россия и Турция, на 6 километров буферная зона, демилитаризированная, ее должны открыть для гражданских и должны патрулировать вместе турки-россияни. Извините, Шапельбов, но мы же все понимаем, что 12 километров, ну, 6 с одной стороны, это абсолютно простреливаемое пространство. То есть никаких гарантий для трассы нет? Нет, нет, нет. Мало того, что нет гарантий для трассы, так я, как я говорю, нет, непонятно, как практически вообще это будет реализовано. И в связи с вот этой проблемой многие ожидают, ну, и я писал об этом, что соглашение будет либо пересмотрено, либо развалится, либо оно потом обрастет какими-то новыми договоренностями уже в астанинском формате. Потому что, как известно, Иран, Турция и Россия же хотят сами еще встретиться отдельно. Ну, сейчас просто из-за коронавируса и всех этих проблем сложно определить место, время и так далее. Потому что, ну, а сирийские, например, войска, они только и ждут, чтобы опять получить повод сказать, все, все развалилось, мы идем в наступление. — Если посмотреть по карте, между зоной продвижения сирийских войск и трассой М4, вот эти буферные зоны, осталось пространство, в котором тоже есть вот эти боевики. Сейчас там ведутся военные действия, и предполагается, что оно будет зачищено до трассы М4, или все-таки сирийские войска вот останутся на нынешний день? — На сегодняшний день, да, боевые действия ведутся, но такой, я бы сказал, средней интенсивности. То есть это артиллерийские обстрелы, минометные, там снайперы работают, но в наступление никто, то есть именно передвижений серьезных нет. — Положение Ирана. Что Иран хочет? — Я так смотрел, конечно, Иран действовал очень осторожно и так, из-за спины. То есть, конечно, они там... — Но из-за спины России, а не Турции. — Да, 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 конечно. Ну, это объяснимо, это понятно, потому что для Ирана Турция важный партнер. Турция одна из стран, через которую Иран обходит санкции американские. Это не секрет. И уже известное дело, уголовное дело Штатов против турецкого «Халкбанк», оно как раз об этом, о том, что якобы турецкие банки помогают иранцам обходить санкции и торговать. Поэтому, конечно, в отличие от России, Иран, наверное, больше зависит от Турции вот в таких политических расчетах. Поэтому, конечно, они вели себя поосторожнее. Но я заметил, что действительно в последние дни, перед тем, как стороны в Москве подписали соглашение, Иран выпустил, точнее, такой некий консультационный центр Ирана в Сирии, выпустил заявление достаточно жесткое, в котором заявили, что вообще-то, если что, мы же тоже тут присутствуем. И там была очень жесткая с точки зрения военной дипломатии фраза, что турецкие войска находятся в пределах досягаемости артиллерии, но мы не стреляем. Там вот такое было. Я думаю, это связано с сообщениями о погибших бойцов Хезболлы и, возможно, Аксира. Ну, это неподтвержденные данные, но такие сообщения были, что они тоже там погибали в ходе сражений. Там умышленно или неумышленно турки их атаковали, это там уже не имеет значения и непонятно. Но, тем не менее, вот после этого Иран сказал свое слово. И я думаю, что это тоже сыграло свою роль в том, чтобы как-то успокоить турков. И оно показало им, что, ну, ребята, смотрите, тут есть еще Иран, и не надо забывать, что и у них посты есть наблюдательные, которые тоже находятся под угрозой обстрела, ну, и там же боевые действия идут. И последний вопрос, вот он тоже будет связан с Ираном. Вот, я так скажу, вот такое впечатление, что должна быть какая-то реакция или отношение Ирана к ситуации, что территория Сирии, которая традиционно с тех пор, как шииты признали оливитов мусульманами, то есть это уже лет 50 или 60, является зоной влияния Ирана. Но теперь эту зону влияния делят на свои зоны внешние игроки, Россия и Турция. Иран, так сказать, это позволяет из-за своей слабости, из-за невозможности удержать всю зону влияния, или все-таки считает, что тут вот логично пока временно не вмешиваться? Здесь комбинация факторов. Во-первых, провинция Идлиб Ирану по большому счету не нужна. Сила этнического состава и религиозного. То есть это не та территория, которая им интересна. Для них интересен прибережные районы Латакия, Дамаск, Восточная Сирия, где они присутствуют побольше россиян. Во-вторых, действительно, после гибели Касама Сулеймани в начале января в Багдаде и всех вот этих событий, Иран немножко утратил инициативу на какое-то время, которую перехватили русские. Опять же, не секрет, что между Россией и Ираном существует некое соперничество в борьбе за влияние на Дамаск. И причем на уровне, на всех уровнях, военном, экономическом, то есть в Сирии есть множество различных кланово-олигархических групп, которые есть те, кто аффилированы с Ираном, есть те, кто пророссийские. То есть и между ними идет борьба. Наверное, одним из ярчайших примеров которой была, я думаю, вы помните летняя вот эта история, когда Рами Махлюфа, двоюродного брата Асада, внезапно, ну, появились сообщения, что его взяли в домашний арест и начали, в общем-то, открыли уголовные дела по поводу его предприятий, там, коррупция, некоррупция, ну, в общем, вот это, в принципе, это подковерная борьба идет уже несколько лет. И, конечно, Иран поддерживает как раз идею сирийского правительства о том, что надо вернуть все территории под контроль центрального правительства. Иран скептически относится, изначально скептически относился к вот этим всем договорнякам между Турцией и Россией, к Сочинскому в частности. Вот. Но у них особо там выбора не было, и они махнули там рукой, согласились на эти соглашения, лишь бы как-то подморозить ситуацию. Но в целом их стратегия, то есть их тактика, она больше такая, что она больше склоняется как раз к позиции, официальной позиции Дамаска. И я думаю, что просто в случае с Идлибом они решили, что, во-первых, у них ресурсов там поменьше, во-вторых, решили не лезть, потому что не имеет никакого смысла тратить на это направление ресурсы. И, ну, в-третьих, я думаю, что, опять же, есть вот эти сдерживающие факторы, что Иран в некотором смысле зависит и от Турции, и от России в некотором смысле, вот особенно сейчас. Благодарю вас. Спасибо. У нас в студии был эксперт-международник, сотрудник Украинского института будущего Илья Куса. Благодарю. Предвыборные и поствыборные баталии сегодня происходят во многих странах. Но, разумеется, ключевыми выборами 2020 являются американские. Здесь, похоже, исчезла интрига с составом участников президентской гонки. Джо Байдену и партийной верхушке Демпартии удалось консолидировать своих сторонников и получить поддержку от ряда участников Праймерис, покинувшись гонку. В первую очередь, от Блумберга и Бутиджича. В результате, экс-вице-президент уверенно идет к победе на предвыборном съезде демократов в конце июля. Его разрыв от Берни Сандерса еще более увеличился во вторник, когда Байден выиграл еще в пяти штатах из шести, увеличив разрыв до более чем 150 делегатов. Что же касается действующего президента Дональда Трампа, то во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте, он заявил журналистам по поводу тестов на коронавирус. Цитата. Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма. Верно, имея в виду стенограмму своего телефонного разговора с президентом Зеленским, после которого началась эпопея с импичментом. С одной стороны сравнение, мягко говоря, странное, но с другой оно демонстрирует, насколько глубоко сидит где-то в подкорке Трампа ситуация с Украиной, повлекшая начало процедуры импичмента. Так что, может, не зря Украинское государственное бюро расследований открыло дело против Джо Байдена. В самих Штатах сторонники республиканцев тоже проводят расследования против своих наиболее одиозных противников. Например, на сайте Just the News на днях появилась публикация с многообещающим заголовком. Дело Миссури, свергнувшее губернатора от республиканской партии, возвращается бумерангом обвинителю, поддержанному Соросом. Речь идет о Кимберли Гарднер, которая в 2016 году в качестве первой афроамериканки на посту главного прокурора города Сент-Луис поддержала обвинение против губернатора Эрика Грейтенса. Как утверждает издание, кампания против республиканского губернатора в значительной степени финансировалась, цитата, «либеральным мегадонором Джорджем Соросом». Сегодня, четыре года спустя, неистовая прокурорша сама оказалась под следствием. Дело в том, что губернатор Грейтенс обвинялся во вторжении в личную жизнь. Он якобы сфотографировал свою не очень одетую подругу на телефон, после чего угрожал, что обнародует фото, если она расскажет об их отношениях. В 2018 году выяснилось, что никакой фотографии не было. А, цитата, «судебное преследование Грейтенса, которое вынудило губернатора уйти в отставку менее чем через два года его каденции, было основано на лжи, которая включала лжесвидетельства и сокрытие оправдательных доказательств, которые могли бы доказать невиновность Грейтенса». Более того, подруга губернатора, косметолог Катрина Снит, дала показания, согласно которым ее негласно попросили выступить в качестве свидетеля, и что она на самом деле не хотела обвинять Грейтенса, потому что вся история фотографии на его мобильном телефоне, возможно, была ее мечтой. Честно говоря, чтобы ее тайные мечты разрушили его публичную карьеру, случай уникальный и возможный лишь в рамках американского правосудия. Сама же Гарднер, благодаря громким делам, сумела победить на выборах на пост главного прокурора Сент-Луиса. Две трети средств предвыборной кампании, 204 тысячи из 300 тысяч долларов, было оплачено общественной организацией Комитет по безопасности и правосудию, которому Джордж Сорос пожертвовал 630 тысяч долларов. Цитата. «Позиция Гарднер по реформе уголовного правосудия для оказания помощи меньшинствам оказалась подходящей для команды Сороса». Конец цитаты. Премьер-министру Великобритании Гарольду Вильсону приписывает афоризм. Кто бы не выиграл выборы, к власти приходит Министерство финансов. В украинском случае нужно всего лишь заменить Министерство финансов на Международный валютный фонд. В ответ на несогласованное с МВФ и послами Большой Семерки увольнение премьера Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки, а также готовящуюся отставку главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, Соросята подняли вой об олигархическом реванше, мгновенно подхваченный либеральным интернационалом. В целом мы прекрасно понимаем, что все эти отставки имеют минимум три составляющие. Некомпетентность уволенных, их токсичность для действующего президента, а также борьбу олигархов против Соросят. Однако главным месседжем западных СМИ стал именно последний пункт, причем в интерпретации реванш олигархов против реформаторов. И первая же реакция на новый Кабмин от американского инвестиционного банка Морган Стэнли оказалась сверх жесткой. Среди обвинений, высказанных в форме опасений, отставка ряда якобы реформаторов, в их числе экс-министра финансов Оксаны Маркаровой и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, в результате чего, цитата, «способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ нуждается в подтверждении». Конец цитаты. Морган Стэнли также опасается, что в Украине будут повышаться социальные расходы после заявления нового премьера Шмыгаля об увеличении социальных выплат и повышении пенсии. Может, стоит спросить украинцев, опасаются ли они увеличения социальных выплат и, особенно, пенсии? Морган Стэнли обращает внимание, премьер несколько раз отметил, что укрепление гривны в прошлом году ударило по украинской промышленности. Цитата. «Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривну». Конец цитаты. По мнению Морган Стэнли, давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе. Кроме того, Морган Стэнли напоминает, что новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ. Собственно говоря, ничем иным, кроме как политическим доносом, этот анализ назвать нельзя. Однако это был анализ от Морган Стэнли, который рекомендовал продавать украинские бонды, а вместо них покупать египетские. Реакция рынков была мгновенной. Стоимость украинских варантов, ценных бумаг от 2015 года, привязанных к ВВП, упала со 107,5% от номинала до 90%. Кроме того, если после отставки Кабмина ставки по евробондам Украины в среднем поднялись всего на 0,1% годовых, то после аналитики Морган Стэнли сразу на полпроцента. А уже 10 марта на фоне разворачивающегося бирового экономического кризиса, либералы-реформаторы из Нацбанка сожгли за один день месячную валютную выручку, пытаясь помочь иностранным держателям гривневых ОВГЗ выйти из них с минимальными потерями. После такой демонстрации «Кто в доме хозяин?» трудно осудить нового премьера Шмыгаля за то, что он заверил представителя МВФ в Украине о продолжении сотрудничества. Кроме того, премьер вместе с министром финансовым Уманским в ближайшие дни летит в Вашингтон, видимо, для обновления украинской присяги перед Международным валютным фондом. Ну, а президент Зеленский был вынужден поклясться на либеральной Библии на сайте Блумберга, что земельная реформа и реформа здравоохранения, а также остальные обязательства перед МВФ будут реализованы. Кстати, хотелось бы напомнить, что согласно февральской социологии от центра Разумкова оплота отечественного псевдоинтеллектуального либерализма на гипотетическом референдуме о введении рынка земли и отмене моратория на ее куплю-продажу, количество сторонников за 4 месяца упало с 25 до 21%, а количество противников выросло на 8%, с 64 до 72. Так и хочется спросить президента, так с кем вы, мастера культуры? Фразу «Вы выиграли выборы, а я выиграл подсчет голосов» приписывает кубинскому президенту Фульхенсия Батисте. И хотя Батисте не был диктатором в классическом смысле этого слова, ему приходилось не только выигрывать, но и проигрывать президентские выборы, эту формулу традиционно приписывают авторитарным режимам. Как ни парадоксально, в измененной форме эта формула вернулась во вполне демократические парламентские республики. Вы выиграли выборы, а мы выиграли создание коалиции. С этой проблемой уже столкнулся вроде бы как победивший в Израиле действующий премьер-министр Бениамин Натаньяху во главе блока Ликут. Депутат от главной оппозиционной силы блока Кахоль-Лаван подал законопроект, согласно которому лицо, обвиняемое в преступлениях, не может формировать правительство. Собственно говоря, преступлений, в которых обвиняет Биби, всего три, что меньше, чем сроков его премьерства. Но оппонентов своих он сумел достать так, будто правил уже весь Мафусаилов век. И это не преувеличение. Законопроект поддержали как радикально антиарабский наш дом Израиль, так и объединенный арабский список, которые при других обстоятельствах трудно было бы представить сидящими на одном гектаре земли обетованной. Правда, в Израиле существует политическая традиция, согласно которой вновь избранный Кнессет не рассматривает новые законы, пока не будет сформирована правящая коалиция. Но ради Биби его оппоненты, похоже, готовы ломать любые традиции. Однако Натаньяху не собирается сдаваться. Израильские политические манипуляторы, участвовавшие в событиях Майдана зимы 2013-2014 годов, принесли на святую землю новую технологию. Активисты Ликуда и союзных ему ультрарелигиозных партий устраивают блокады и пикеты домов некоторых депутатов от оппозиции, требуя от них поддержать Натаньяху. На конец прошлой недели были атакованы жилища уже трех депутатов от Кахоль-Лаван. И как раз трех мандатов до большинства в 61 депутат и не хватает коалиции Ликуд с ортодоксами. Но, как уже говорилось выше, Биби действительно достал очень многих. И упомянутый еврейско-арабский гектар сузился до размеров одной сотки. Все семь депутатов от Наш Дом Израиль и 12 из 15 арабских депутатов подписали рекомендацию на премьерство Бенни Ганса, лидера Кахоль-Лавана. В результате Бенни получил 59 подписей против 58 у Биби. А это значит, что оппозиция получит право первой формировать правящую коалицию. И существует большая вероятность, что это ей удастся. Будет создан кабинет меньшинства. Объединенный арабский список поддержит его в Кнессете, но не войдет в состав. А у Биби, как и обещал ему лидер объединенного арабского списка Айман Уде, появится свободных лет 10, чтобы спокойно поиграть в нарды. Подобная ситуация чуть было не произошла в восточно-германской земле Тюрингия, где победила левая партия во главе с действующим премьер-министром земли Бодро Меловым. А второе место уверенно заняла крайне правая альтернатива для Германии. Две маргинальные в глазах традиционных немецких партий силы взяли во второй по экономическому развитию восточно-германской земле суммарно более половины голосов, поставив вопрос ребром. Так кто тут маргинал? Тест на политический педикулез не прошло местное отделение Христианско-демократического союза. Сначала фракция ХДС в Тюринском Лантаге, действуя по принципу «кто угодно, лишь бы не коммуняки», поддержала лидера самой маленькой фракции, свободного демократа Томаса Кеммериха, который на сутки стал премьером. Однако победа Кеммериха была достигнута благодаря голосам не только ХДС, но и альтернативы для Германии, что вызвало тяжелый приступ антифашизма у Ангелы Меркель, закончившись отставкой не только Кеммериха с должности премьер-министра в Тюрингии, но и Аннегрет Крамп-Каренбауэр с поста главы Христианско-демократического союза. Во втором цикле выборов главы исполнительной власти Тюрингии фракция ХДС в Лонтаге действовала по принципу «кто угодно, лишь бы не фашисты». В результате Бода Ромелов повторно стал премьером в третьем туре выборов. Благодаря воздержавшимся депутатам от ХДС ему хватило относительного большинства голосов, а левые социал-демократы и зеленые создали в Тюрингии правительство меньшинства. Ангела Меркель попыталась было изобразить приступ антикоммунизма, но у бывшего комсомольского вожака это получилось как-то вяловато и неискренне. Ну а более подробно о политической ситуации в Германии мы поговорим с медиа-экспертом Владимиром Лариным. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Ну, кроме выборов в Тюрингии, которые вроде получили свое завершение в виде правительства, недавно прошли еще одни знаковые выборы в административной единице в свободном городе Гамбурге. При этом в портовом городе, связанном с торговлей и с миграцией, не прошли главные либералы, это свободно-демократическая партия или свободные демократы, и с трудом преодолел барьер альтернатива для Германии. Казалось бы, эти партии должны выступать успешнее. Почему вот в портовом городе альтернатива для Германии еле-еле прошла в лантак? Если посмотреть в целом, то в Гамбурге было на 7% в этом году больше явка по сравнению с 2015 годом, и, соответственно, более молодой возраст избирателей. И если открыто говорят даже социал-демократы о том, что их избиратель уходит к зеленым, то вполне может быть, что и избиратели АДГ тоже посмотрели в сторону зеленых. Да, город портовый, город капиталистический, но в целом ситуация по Германии далеко, не всегда отображает, казалось бы, логичный порядок, хотя для меня это тоже большое удивление. И, наверное, многое вызвано все-таки теми скандалами, которые связаны с АДГ. Переходя к теме ХДС, это крупнейшая партия, особенно если мы говорим про блок ХДС-ХСС, но сейчас стоит вопрос, кто заменит Меркель. Ну и вполне логично, что, скажем, в двойке лидеров рассматривает Лошета. Американские foreign policy с тревогой пишут, что это там пророссийский политик, который там настаивает на том, чтобы, так сказать, смягчать или отменять санкции. Правда ли, что он лидер? Потому что, так сказать, вроде бы как лидером называли по опросам Мерца и другого политика. Его американцы сейчас называют главным кандидатом, но при этом они еще добавляют одно главное слово, то, с которым мы начали. Они добавляют пророссийский. Почему это так? Это на самом деле обдуманный стратегический пиар-ход, причем ход на самом деле не новый. И уже очень долгое время, когда нужно кому-то утопить своего оппонента, заказываются в прессе специальные материалы, именуемые джинса. И в данном случае мы имеем как раз, на мой взгляд, вот эту самую джинсу. Потому что между срок, в этих заголовках можно прочитать, что «Спасай Германию против российского агрессора, голосуй за Мерца». Поэтому я думаю, если бы на самом деле все копнули это, то след бы от всех этих публикаций ушел бы куда-нибудь как раз к покровителям Мерца. И хорошо, последний вопрос. В годовом отчете компания «Юнипер», партнер «Газпрома», запланировала, ну, планирует окончание «Северного потока-2». Вообще, в целом, что германские СМИ, германские аналитики говорят о перспективах «СП-2»? Если почитать 55 миллионов кубометров, которые будут подставляться, собственно, по «Северному потоку», из них только около пяти пойдет на внутренние нужды Германии. Все остальное уходит на экспорт. То есть Германия постепенно превратится из потребителя в транзитера, в транзитера и поставщика. Почему это выгодно? Потому что это выгодно тем, что позиция Германии в Евросоюзе в целом будет более прочной. И если до этого как-то использовали энергетическое давление на Германию, то, в принципе, это исключит такую возможность. Еще было интересное заявление тем, что «Северный поток» может дать в два раза меньше того газа, который необходим в связи с этим, в одном из портовых городов собирались строить специальный терминал. Но заявление интересно в целом тем, что есть в целом курс на снижение потребления и на повышение энергоэффективности. Поэтому чуть-чуть непонятно. Так или иначе, для Германии и для Евросоюза единственным поставщиком является «Газпром». Поэтому хочешь не хочешь, а покупать придется у «Газпрома». По энергетическим положению в Европе, во-первых, идет отказ от атомной энергетики. После «Вкусим» мы пролоббировали в Германии целый проект. Идет в том числе снижение курса по употреблению угля, переработки его. Резко сокращается угольная генерация. Да. И в целом в Нидерландах закрываются тоже крупнейшие месторождения. Грониген. То есть, получается так или иначе, газ является единственной возможностью для Евросоюза энергетической. И единственным поставщиком является «Газпром». Ну, я благодарю вас за беседу в германских политических и, можно сказать, энергетических новостях. У нас в гостях был медиаэксперт Владимир Ларин. Благодарю вас. Спасибо. И в завершении темы выборов о конституционных изменениях в Российской Федерации. Как мы помним, Борис Ельцин 31 декабря 1999 года, назначая преемника, сказал в своем прощальном обращении к стране. «Я устал, я ухожу». И унес с собой тайну. Отчего же он устал? Но вот, наконец, Владимиру Путину, когда он тоже почувствовал накопившуюся усталость, удалось раскрыть эту тайну. Усталость вызывает действующая Конституция. Чтобы снять с президента этот груз усталости, лучшие юристы России вносили в нее многочисленные поправки, добавляя социальные гарантии, традиционное определение брака, упоминание о Боге и всякие прочие мелочи, типа перераспределения полномочий между ветвями власти. Многочисленные аналитики обсуждали, в каком качестве Путин сохранит свое влияние на власть, предполагая, что именно для этого вносится в Конституцию Государственный Совет. Другие моделировали те или иные варианты трансфера власти и даже обсуждали кандидатуры возможных преемников. Но вот на заседании Государственной Думы 10 марта была разыграна драма в трех актах. Сначала космонавт Валентина Терешкова предложила две конституционные поправки – отмену ограничения по количеству президентских сроков и обнуление предыдущих сроков Владимира Путина. И не успели депутаты даже подумать, зачем обнулять предыдущие сроки, если снимается ограничение на их количество, как борец греко-римского стиля Александр Карелин предложил провести досрочные выборы после принятия конституционных поправок. Понятно, что на осмысление такого количества информации депутатам Госдумы понадобилось бы немало времени, что могло бы поставить под угрозу конституционный референдум 22 апреля. И поэтому в зале заседаний появился лично Владимир Путин и всех успокоил. Досрочные выборы не нужны, ограничения по срокам президентства нужно оставить. А вот относительно обнуления количества предыдущих сроков он не против. Но что скажет конституционный суд? Давайте и мы сохраним интригу. Что же все-таки скажет конституционный суд России о поддержанной Путиным поправке, согласно которой после одобрения на референдуме всех поправок Конституции Владимир Владимирович будет баллотироваться в 2024 году на свой уже третий первый срок. Ну а у экспертов будет время подготовиться к трансферу власти 2036 года. Ну и несомненно, главным событием недели стал обвал цен на нефть. Впрочем, напомню важное, хотя и отчасти эмпирическое правило, биржа реагирует на новость трижды. Первая реакция рынков была на объявление о выходе России из сделки ОПЕК+, и заявление Эррияда о резком увеличении добычи нефти. После драматического обвала в понедельник 9 марта стоимости барреля нефти марки Brent на 24%, во вторник 10 марта наступила коррекция с отскоком нефтяных цен в пределах 10%. Наступило золотое время экспертов и аналитиков, которые пытаются предсказать дальнейшие изменения цен на нефть. Например, один из мировых авторитетов в этой сфере, аналитический центр банка Goldman Sachs, сначала предупредил о возможности падения в ближайшей перспективе цен на нефть до 20 долларов, после чего радикально понизил средний прогноз цен на нефть марки Brent до 30 долларов за баррель во втором и третьем кварталах текущего года с ранее ожидавшихся 47,53 долларов соответственно. «Прогноз для нефтяного рынка еще более мрачный, чем в ноябре 2014 года, когда ценовая война началась в прошлый раз, поскольку в этот раз она совпала с заметным спадом спроса на нефть из-за коронавируса». Впрочем, Goldman Sachs на этот раз предсказывает более быстрое восстановление равновесия на нефтяном рынке, в первую очередь за счет падения добычи сланцевой нефти. Сланцевики уже при падении цены на нефть эталонной марки Brent ниже 60 долларов за баррель испытывали проблемы с получением прибыли. Для справки уточним, что российская нефть марки Урал скотируется на 1-2 доллара дешевле, а американская нефть марки WTI на 2-4 доллара ниже стоимости барреля эталонной марки Brent. Восстановление цен на нефть Goldman Sachs видит так. 40 долларов за баррель в четвертом квартале нынешнего года, 45 долларов в первом квартале 2021 года и далее 60 долларов за баррель в четвертом квартале 2021 года. При этом Goldman Sachs исходит из предположения, что страны ОПЕК+, не смогут достичь нового соглашения о сокращении добычи в ближайшие месяцы. При этом, по мнению аналитиков, предыдущее соглашение ОПЕК+, было несбалансированным и экономически необоснованным. Я обращаю ваше внимание на данную формулировку «несбалансированная» и «экономически необоснованная». Мы к ней вернемся несколько позже. Однако, это была первая реакция бирж и первые прогнозы аналитиков. Вторая реакция наступит 1 апреля, когда сделка ОПЕК+, завершит свое действие, и стороны конфликта реально покажут, как далеко они могут зайти. Так, например, Саудовская Аравия начала продавать нефть со скидкой в 6-7 долларов за баррель для Китая и пока неофициально заявляет о существенном росте добычи чуть ли не до 12 миллионов баррелей в сутки. Москва, со своей стороны, устами министра финансов Антона Силуанова заявила, что готова выдержать цену за баррель в 25-30 долларов в течение от 6 до 10 лет. Между тем, Эр-Риад может позволить себе продавать нефть по 30 долларов за баррель, но ему придется увеличить добычу, чтобы компенсировать потери бюджета. Влиятельнейший арабский телеканал и информационное агентство Аль-Джазира утверждает, что Эр-Риад сводит свой бюджет при 83 долларах за баррель, в то время как Москва при 42. Однако, это немного лукавые цифры. Дело в том, что саудиты могут сравнительно легко отказаться или перенести целый ряд крайне дорогостоящих проектов по строительству умных городов за сотни миллиардов и различных имиджевых проектов за десятки миллиардов долларов. В то же время российский бюджет во многом перегружен социальными обязательствами, а также льготами и преференциями для олигархов. Хотя и здесь имеется пространство для маневра за счет переноса дорогостоящих национальных проектов. В любом случае, у Москвы имеется достаточный запас прочности, чтобы не напрягать население социальными проблемами в преддверии референдума по конституционным поправкам 22 апреля, на котором необходимо соблюсти минимальные электоральные приличия. Так что, хотя еще соглашение ОПЕК-плюс действует, но все уже начали реагировать на последствия его отмены. Именно поэтому можно предположить, что реакция основных игроков после 1 апреля будет менее драматичной. Впрочем, о драматизме позаботятся СМИ. Уже сегодня они пестрят заголовками. Рейтерс. Россия против Саудовской Аравии. Сколько они способны вытерпеть в ценовой войне за нефть? Ди Вельд, Германия. Вот почему Россия рискует потерпеть экономический крах. Форбс. Россия победит Саудовскую Аравию в нефтяной войне. На самом же деле, ситуация не столь однозначна, как рисуют ее броские заголовки, и не столь черно-белая, как нефтяное противостояние Москвы и Риада. И главной жертвой ценовой войны, скорее всего, окажется сланцевая нефть. Статья Форбс озаглавлена интригующе. Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии. Автор материала Дэвид Блэкман утверждает. Цитата. Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом, благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ее опору. Тремя ножками этого стула были Возможность легально экспортировать нефть в другие страны. Действующая лицензия на строительство трубопроводов и применение технологий гидроразрыва пласта. Существование сделки ОПЕК+, которая ограничивала объемы экспорта других стран-производителей нефти. Пока все три ножки стула были на месте, цены на нефть оставались достаточно приемлемыми для того, чтобы американские операторы сланцевых месторождений продолжали бурить скважины, увеличивать объемы добычи и по большей части оставаться прибыльными. Однако, если лишить стул хотя бы одной ножки, это нарушит деликатный баланс и, возможно, обернется серьезными проблемами для того, кто на нем сидит. В пятницу 6 марта Москва лишила этот стул одной из его ножек, отказавшись пойти на дополнительные сокращения объемов экспорта нефти. Конец цитаты. Помните фразу из обзора Goldman Sachs о несбалансированном и экономически необоснованном соглашении ОПЕК+. Там между строк, а здесь вполне четко утверждается, что главным бенефициаром этой сделки стал сланцевый сектор Соединенных Штатов и, соответственно, он же стал главной жертвой ценовой войны. Действительно, производители сланцевой нефти не очень хорошо переносят цены ниже 60 долларов за баррель, еще хуже, ниже 50 долларов и совсем плохо, ниже 40 долларов за баррель. Именно закредитованные сланцевики показали худшие результаты падения стоимости акций в эти дни. Однако и здесь не все так однозначно. Действительно, для независимых разработчиков сланцевых месторождений угроза банкротств крайне высока. Однако там, где добыча сланцевой нефти осуществляется подразделениями крупнейших нефтегазовых компаний, никакой угрозы нет. Кроме того, американская процедура банкротства направлена прежде всего на сохранение бизнеса, а не на удовлетворение требований кредиторов, благодаря чему сланцевые месторождения большей частью сменят владельца и будут законсервированы до лучших ценовых времен. Более подробно о том, что происходит в нефтяном секторе, мы поговорим с экспертом в энергетической сфере Валентином Землянским. Добрый вечер, Валентин. Добрый вечер, Дмитрий. Первый вопрос. Существует ли дефицит нефти или наоборот ее избыток, что так резко меняются в течение одного-двух дней цены на бирже? Нефть балансируется, как любой ресурс. Но мы как раз столкнулись в последние несколько месяцев, это не произошло вчера, последние несколько месяцев как раз ее с переизбытком. Это было связано с произошедшей во время Соединенных Штатов, так называемой сланцевой революцией, то есть когда увеличились объемы добычи, и Штаты вышли как экспортеры уже, а не как импортеры нефти. То есть плюс на это наложилась экономическая рецессия, плюс на это стал накладываться, но это уже последние 2-3 месяца, это сообщение о коронавирусе, которое также негативно отразилось на объемах, плюс теплая погода в Европе, которая точно так же не способствовала увеличению. Ну и дальше все сошлось вот 6 марта на встрече ОПЕК+. То есть когда стороны не смогли договориться о том, что за счет сокращения своих долей на мировом рынке, они дальше будут сокращать объемы добычи. То есть речь-то шла вот все время на этих встречах ОПЕК+, о сокращении объемов добычи. Поэтому к вашему вопросу дефицита как такового нет, и не было по определению. Но тогда можно предположить, что самый большой профицит, вклад внес Китай, потому что многие предприятия у них просто стоят полтора-два месяца закрыты, ну фактически на карантине. И в течение нескольких месяцев, если Китай будет возвращаться к своей традиционной экономической активности, которая, допустим, была там осенью прошлого года, по идее цены должны вернуться к каким-то вменяемым значениям, даже без ОПЕК+. Не совсем так, потому что и Россия, и Саудовская Аравия после того, как была неудачная встреча, заявили об увеличении объемов добычи. То есть ряд настаивает на том, или говорит о том, что они поднимут добычу до 12,3, если я не ошибаюсь, миллионов баррелей в сутки от сегодняшних 9, с небольшим 9,7. Если не ошибаюсь, то не 26% заявили увеличение. Да, в 20% увеличение. А Россия увеличивает несколько меньше. Они говорят об увеличении на 500 тысяч баррелей. Но в любом случае это увеличение. Даже в серьезной деловой прессе, ну не даже, а там, к которой мы привыкли, Ройтерсы, Форбсы и прочие. И прочие Блумберги, да. И прочие, да, Блумберги. В них говорится, зачастую говорится, о ценовой нефтяной войне между Саудовской Аравией и Россией. Но ведь очевидно, что правильно говорить о войне Саудовской Аравии и России против всех остальных производителей нефти. Ну, речь идет больше о Соединенных Штатах. То есть речь идет о Канаде. То есть это добыча нефти из битумных песков. И речь идет, в принципе, если цены будут снижаться дальше, по офшорным месторождениям, типа Мексиканского залива. И там, и там, и там себестоимость добычи выше, чем себестоимость в Саудовской Аравии или в России. Но там же нужно учитывать еще и другие факторы. То есть это показатели, которые заложены в бюджетах. Нефть будет, ну скажем, наиболее видимым индикатором экономических процессов, происходящих в той или иной стране. Но я думаю, что, скажем, движущие силы происходящего, они более масштабны и более глобальны. И лежат явно не в секторе энергетики. Ну и в подтверждение ваших слов, ранее скажу, что показатель такой нервной реакции, это пики по золоту и минимумы по казначейским обязательствам. Да, по государственным казначейским обязательствам. Но тогда, как бы, последний вопрос. Получается, что действительно украинские ВГЗ не самое лучшее место для вложений. Вы знаете, я на одном из эфиров после перечня всех событий, так сказать, на мировых биржах сказал, и наконец-то все взгляды устремились на Украину. А как же там? Что скажет на это Киев? Ну, безусловно, будучи ресурсозависимой, открытой, экспортоориентированной экономикой, это можно как мантру уже произносить, то, конечно, вложения в ВГЗ, как говорили все наши коллеги, да, экономисты, по поводу того, что они являются весьма высокорисковыми. То есть это спекулятивный капитал, который зашел, к которому более того создали тепличные условия для заработку, поиграв с курсом гривны на входе и, соответственно, сейчас на выходе. Вот, и мы видим обратный, кстати, процесс, который удачно так совпадает с кризисом, и гривна продолжает откатываться на те позиции, на которых заходили западные, так называемые инвесторы, их же инвесторами. Ну, это спекулянты. Спекулянты, по сути дела, спекулянты, поэтому я думаю, что этот пузырь сейчас начнет очень активно сдуваться, и, честно говоря, я не завидую новопришедшему премьеру, и можно только поаплодировать, так сказать, староушедшему премьеру, который очень вовремя спрыгнул с этого корабля, выражаясь словами Владимира Александровича Зеленского, в котором приходится постоянно стоять в раскорячку и затыкать все новые дыры. То есть новой дырой добавятся, как бы, в виде лопающегося пузыря государственных ценных бумаг Украины. О событиях, происходивших на нефтяных и иных сырьевых биржах, мы разговаривали с экспертом в сфере энергетики Валентином Землянским. Благодарю вас, Валентин. Спасибо, Дмитрий. Войну, в которой главной жертвой является третья сторона, трудно назвать войной, скорее можно говорить о конкуренции между Саудовской Аравией и Россией за рынки сбыта, в которой предполагается переделить долю рынка, занимаемую сегодня сланцевиками. Однако это далеко не единственная цель, ведь рынок можно переделить и за счет менее удачливых коллег-нефтянников. Давайте быстро пробежимся по еще нескольким жертвам и бенефициарам конкуренции между Эр-Риадом и Москвой. Среднесрочное падение цен на нефть сильно ударит по экономике Ирана. Самому неудобному врагу США в мире, неудобному конкуренту Турции в регионе, неудобному союзнику Москвы в Сирии. Причем, скорее всего, агенты Вашингтона попробуют использовать социальное недовольство для расшатывания ситуации в стране. В еще большей степени под ударом окажется бюджет Азербайджана. Несколько меньше рискует Казахстан, но эти страны становятся зонами с наибольшими рисками нестабильности на постсоветском пространстве. Выигрышем может оказаться Минск, для которого цены на российскую нефть становятся приемлемыми, что открывает возможности для договоренностей с Москвой. Почти на уровне Саудовской Аравии доля бюджета, формируемая от экспорта углеводородов, у Алжира. Только нет резервов, но имеется внутриполитическое напряжение и открытая граница с погруженной в конфликт Ливией. Венесуэла при новом падении цен на нефть рискует стать легкой жертвой Вашингтона. Тем более, что Дональд Трамп недавно в своем выступлении перед Конгрессом обещал нечто подобное. Кстати, даже в отношении самих штатов ситуация разнонаправленная. При финансовых страданиях нефтяников и сланцевиков дешевеет бензин, что является одним из аргументов Трампа накануне выборов. Падение акций на биржах компенсируется притоком денег в казначейские обязательства, доходность которых упала до исторических минимумов. По десятилетним ниже полутора процентов, по тридцатилетним около 0,7 процентов. Американские трежерис представляются инвестором самой тихой гаванью на фоне нефтяных и биржевых бурь. И мы желаем вам успеть спрятаться со своими сбережениями в утесах, пока буревестник только идет на взлет. На этом наша программа подошла к концу. Международная панорама и ее ведущий Дмитрий Джангиров прощаются с вами до следующей недели. Всех благ, дорогие друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!